Празднование Дня Православной Книги Министры образования и науки Воробьевой Елены Викторовны, а также преподаватели основ православной культуры учебных заведений Кубани. Но когда появилась книга-печатание, это стало ничем иным, как великим благом и в вопросах просвещения, и в вопросах распространения книг. Книга и православная книга должна воспитывать, должна научать духовной жизни, должна нас возвышать, должна нас ставить на путь, который ведет нас к Богу. Написано было сразу, вначале было слово, а затем, наверное, была книга. И это слово в книге является самым главным для нас, системообразующим. Многое можно забрать. То, к чему, наверное, мы тоже привыкли, но забрать нашу культуру, нашу музыку, нашу русскую, отечественную литературу и, конечно, нашу православную книгу и веру у нас нельзя. Воспитанники русской православной школы показали гостям сценку встречи современного школьника с первопечатником, а ученики начальных классов продемонстрировали свои успехи в каллиграфии. Большой интерес у гостей вызвала выставка богослужебных книг различных исторических эпох. Вначале было слово, в которой самым старинным экспонатом является требник 1624 года. Книга действительно – это кладезь в мудрость. Потому что сначала было слово, и с него все начало быть. А слово – это книга, в ней написано, это Евангелие, и все, это очень важно. Поэтому, слава Богу, что есть такие мероприятия, вот где мы сегодня побывали. Я посмотрела выставку старинных книг, это, конечно, очень-очень впечатляет. Хотелось бы побольше, почаще, чтобы дети хранили наш русский мир, чтобы никто не мог на него посягать, и были патриотичны своей Родине, и любили то место, в котором они живут, и были сильны и духовны. И именно это нас отличает от других. Как важно не забывать книги. Ведь книга определяет духовное рождение и становление Личности человека, оживляет историческую память. Как важно чаще обращаться к православной книге, которая настраивает человека на спасение души и показывает пути духовного совершенствования. Как важно сохранять книги. Именно они – главный источник культуры, мудрые учителя жизни, главное из которых – Слово Божие.